Все последние дни наши зрители следили за выступлением российских фигуристов на чемпионате Европы в Москве. Российские спортсмены показали отличные результаты. Они завоевали 9 медалей из 12. Ярко выступили наши девушки. Евгении Медведевой 18 лет. Она уже признанный мастер, чемпионка мира. Но Евгения осталась на втором месте, а победила Алина Загитова. Ей всего 15 лет. В фигурное катание пришло новое поколение спортсменов. Хочу замерить, что первый канал приложил к этому руку. В 2006 году, 12 лет назад, на нашем канале началось шоу «Звезды на льду». Потом оно стало называться «Ледниковый период». Это наше шоу просто взвинтило интерес к фигурному катанию. Тысячи родителей повели своих детей в спортивные секции. И вот дети выросли и теперь побеждают на чемпионатах. Через три недели стартует Олимпиада в Корее. Мы верим в успех наших фигуристов на играх. Кто из них? Всю неделю мы ждали ответ на этот вопрос. За три недели до Олимпийских игр на льду впервые встретились две лучшие фигуристки планеты – Евгения Медведева и Алина Загитова. Казалось, трибуны не дышали, журналисты не моргали. Исход главного противостояния этого чемпионата решила она – самая юная участница соревнований. Под музыку из балета «Дон Кихот» Алина откаталась идеально чисто. Это при том, что у нее самая сложная произвольная программа. Все прыжки она убрала в конец выступления. Это значительно повышает их стоимость. А, например, такой каскад без опоры на вторую ногу вообще не выполняет никто в мире. Но с какой легкостью она это делает? Кажется, не просто прыгает, порхает по льду. Миниатюрная, изящная, в аккуратной пачке. За этот образ ее прозвали «красной балериной». И превзойдя собственный рекорд почти на 15 баллов, Загитова доказала – главная партия за ней. Сегодня они еще больше поддерживали меня. То есть были крики детей, «Алина, давай». И я сразу так, все, спокойно, пошла, сделала. Такой же горячий прием фанаты устроили Евгении Медведевой. Она не выступала два месяца, восстанавливалась после травмы ноги и очень соскучилась по льду. В образе Анны Карениной Женя отдала зрителям все свои эмоции, всю свою любовь. Получила самую высокую оценку за артистизм, но впервые за два года уступила в технике. Загитова внимательно следила за ее выступлением в Мигзоне. Она даже попросила журналистов прервать интервью, чтобы увидеть оценки соперницы. Евгения Медведева занимает второе место. Что вы сейчас чувствуете? Я пока не поняла. Я сейчас не спрашиваю. Я по-другому стала воспринимать свой спорт, потому что я раньше не чувствовала этих непередаваемых эмоций. Да, мне было хорошо, когда я выигрывала, но когда целый зал кричит, Женя, давай, ты лучше. Я обычно перед стартом это сбивала, но сейчас я чувствую просто огромное количество благодарности к каждому. Конечно, Жене вдвойне тяжело. С одной стороны, такая тяжелая травма. А с другой стороны, каждый день ты же не закроешь глаза, каждый день ты читаешь, когда ты болеешь, что тебя уже догнали и перегнали. Но вдвоем они перегнали весь мир. Только представьте, бронзового призера, легендарную Каролину Костнер, отделяет 28 баллов. Для фигурного катания это огромная разница. И на этих соревнованиях не единственная. Когда Каролина впервые выступала на чемпионате Европы, Алине Загитовой было всего 8 месяцев. А теперь они вместе стоят на предистале почета. Что творится с трибунами? Только посмотрите на это. Болельщики весь день на эмоциях. Хажутся на каус страстей. Достиг сверло предела. Но самый напряженный момент от глаз зрителей скрыт. Вот оно, закулисье борьбы. Последняя тренировка перед началом соревнований. Двукратная чемпионка мира Европы и новая чемпионка России. И то, как они выступили перед полными трибунами, во многом зависело от того, как они справятся с нервами здесь. Когда они остались один на один. Собранные и очень серьезные. Всегда в наушниках. Полное отключение от внешнего мира. Что слушают, не рассказывают. Зато показывают, что умеют. Хотят зависеть от друга перед соревнованиями. Конкуренцию между девушками уже сравнивают с противостоянием Ягудина и Плющенко перед Олимпиадой в Солт-Лейк-Сити. Накал добавляет и то, что у двух спортсменок общий наставник. Железная леди фигурного катания Этери Тутберидзе. А я же там что-нибудь откушу. Четыре года назад в Сочи именно она сделала Юлю Лепницкую олимпийской чемпионкой в командном зачете. Тогда в нее влюбился весь мир. А Этери Георгиевна, кажется, вывела секретную формулу воспитания чемпионов. Полтора месяца назад наши юниорки заняли весь пьедестал почета на Гран-при в Японии. Так вот, все эти девочки – воспитанницы Тутберидзе. Но детской их программу точно не назовешь. Например, победительница, 13-летняя Александра Трусова, уже выдает прыжок в четыре оборота. Элемент, с которым справляется мало кто из мужчин. На этом чемпионате Европы сразу три наших флага развивались над стадионом благодаря спортивным парам. Таким же составом они поедут в Южную Корею. А вот из трех танцевальных дуэтов к Ханчхан отправятся только два. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Серебро им досталось непросто. После короткой программы были лишь четвертыми. И любимцы публики. Обладатели бронзы Александра Степанова и Иван Букин. Их страстная латино заставила танцевать весь зал. Особенно за эту пару переживала Наталья Бестильянова. Ведь вместе с отцом Ваней Андреем Букиным в 88-м году они выиграли Олимпийские игры в Канадском Калгари. У мужчин борьба тоже шла не только за медали, но и за место в Олимпийской сборной. И тоже две путевки на троих. Здесь главной сенсацией стал Дмитрий Алиев. Вышел на лёд дебютантом, а ушёл с него серебряным призёром. Радость внутри меня. И как Татьяна Анатольевна Тарасова говорит, как должно быть в моей короткой программе, брызги шампанского где-то там в глубине души. Чемпион России Михаил Коляда принёс стране бронзу каким-то чудом. Он упал с прыжка в короткой программе и ещё дважды в произвольной. Чтобы исправить все ошибки, остаётся меньше месяца. И пусть наши спортсмены будут выступать под нейтральным флагом, трудности только добавили спортивной злости. Надеюсь то, что... Я... Нет. Нет, я не надеюсь. Я знаю то, что наша страна, Россия, будет сидеть перед телевизорами и понимать, за какую страну мы катаемся. И это будет знать весь мир, откуда мы и что мы себе представляем. А уж то, что гимн России будет звучать с трибун, гарантируют наши болельщики. Они уже предвкушают олимпийскую схватку за Гитовой и Медведевой. Такое пропустить нельзя. Ольга Паутова, Дмитрий Попхов, Наталья Штонна, Светлана Трофимова и Сергей Чувелла. Первый канал. По нашей информации, история с давлением на Россию не закончилась. И целый ряд российских спортсменов, претендующих на медали Олимпиады, не будут допущены к играм. Практически все наши сильные атлеты, способные подняться на пьедестал, скорее всего, будут отстранены от игр. Исключение будет сделано для хоккеистов и фигуристов. В этой сложнейшей обстановке еще больше возрастает роль мастеров фигурного катания. Будем болеть за наших. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!